Всем привет! Вы смотрите ЭКО-Новости. На ТВК ближайшие несколько минут о событиях в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. У красноярцев есть возможность получить 100 тысяч рублей на благоустройство двора. Разрисованные клумбы из шин и другие поделки собственного производства возле дома. Это, конечно, хорошо, но ведь гораздо лучше, когда можно не только украсить двор, но и, например, высадить в нем больше деревьев. Так вот, это смогут сделать победители конкурса «Зеленая волна». Он проходит уже пятый год подряд в разных регионах России, в том числе и в Красноярском крае. В конкурсе смогут поучаствовать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья и управляющие компании и экопредприниматели. Им нужно предложить собственные идеи, как благоустроить двор, аллею или парк. Победители получат до 100 тысяч рублей. Всего же на гранты конкурса «Зеленая волна» выделили 5 миллионов рублей. Заявку можно подать до 3 мая. Подробнее о том, как будут выбирать победителей, мы узнали у организатора конкурса Елены Южаковой. Вместе с юридической компанией, к которой будет подаваться заявка, важно посмотреть, какие расходы входят, потому что не все расходы могут быть внесены и это может стать причиной отклонения заявки. Грубо говоря, если вы высаживаете деревья, то вряд ли логичным будут затраты на сотовую связь или, например, на закупку принтеров. Еще одно условие – пространство должно быть открытым. То есть это не закрытый двор, двор, в который могут прийти жители соседних домов. И еще одно обязательное условие – это привлечение волонтеров. Чем больше волонтеров участвует в проекте, тем больше шансов проекта победить. В Астраханской области продолжаются пожары из-за обмеления Каспийского моря. Об этом заявил директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цемлянский. Он заявил, что в этом году ситуация с возгораниями гораздо сложнее. Участки Волги выгорели на 30-40% больше, чем в прошлом году. При этом, как отмечают ученые, горит тростник. При более высоком уровне Каспийского моря он рос в воде, а сейчас растет на сухом грунте и горит, соответственно, лучше. Цемлянский также объяснил, что сейчас наблюдается обмеление, и уровень Каспия равен уровню 1979 года. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, возгорание тушат специальной техникой, которую создали для ликвидации тростниковых пожаров. Специалисты рассказывают, что ситуация изменится в начале мая, когда в регионе начнется половодье. В Роспотребнадзоре рассказали о небезопасных пластиковых контейнерах. Дело в том, что сейчас подобные ланчбоксы очень популярны среди россиян, однако многие пользуются такой посудой неправильно и вредят своему здоровью. Во-первых, говорит начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева, нужно обращать внимание на срок использования посуды. Ведь если мы несколько раз подряд разогреем в одноразовых контейнерах еду, то вредные вещества попадут к нам в организм. По словам Надежды, Раева одноразовую тару вообще нельзя использовать дважды, ведь ее покрытие не рассчитано даже на мытье. Еще одно важное правило – всегда нужно смотреть на внешний вид ланчбокса. Если появились сколы, царапины, изменился цвет и прозрачность, то это первый звоночек. Если же появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. А вот если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический призвкус еды, то от посуды нужно немедленно избавиться, советуют в ведомстве. В качестве альтернативы эксперты советуют пользоваться посудой из стекла. Она безопаснее и прослужит вам гораздо дольше. Нужно только быть аккуратнее. Красноярск в середине рейтинга по загрязнению воздуха мелкодисперсной пылью. Это данные российской экологической партии «Зеленый» за 29 марта и 4 апреля. Красноярск расположился на 27 месте из 48 с загрязнением 6 микрограмм на кубический метр. Наш город не вошел в зону повышенного уровня загрязнения. По данным партии, в ней оказались 14 городов. Лидером по загрязнению стал Минусинск. На втором месте оказалась Чита, а на третьем – Абакан. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 5 по 8 апреля оказались Кировский и Свердловский, а самыми чистыми стали Ленинский и Центральные районы. На этом все. Вы смотрели ЭК-Новости на ТВК. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова